Чего не сделаешь ради выборов, социал-демократы откровенно паникуют. Хаос на Ближнем Востоке уж сильно подрывает их позиции в президентской гонке. Война в Газии возмущает немалую часть их электората, а конфликт с хуситами в Иране подстегивает инфляцию, усугубляя нынешний кризис. Теперь у Велводома появилась очередная дниальная задумка – устроить договорничок с хуситами, предложив убрать их из списка террористов, лишь бы только они перестали атаковать суда. Администрация Байдена еще предлагала разморозить активы Ирана в 10 миллиардов долларов. Впрочем, в обоих случаях аппаратчиков Байдена вежливо посылают куда подальше. Особенно на фоне нынешней эскалации между Израилем и Ираном, Белый дом пытается оказывать давление и на Нетаньяху, а разведсообщество США и вовсе анонсирует сценарий цветной революции в Израиле с массовыми протестами, сменой режима и отставкой Нетаньяху. Байдена чуть ли не ежедневно преследуют пропалестинские протестующие. В очередном штате на Праймерисе в Висконсе 47 тысяч демократов проголосовали против всех, бойкотировав движение Байдена на второй срок, считая его действия в отношении Израиля недостаточно радикальными. А это в два раза больше, чем был отрыв Байдена от Трампа в 2020 году. Впрочем, возможность влиять на ближневосточные процессы у команды Байдена уже совсем ограничены. А Трамп, например, и вовсе ударился в свою дипломатию и ведет параллельные переговоры с принцем Бин Салманом в обход Белого дома. Он надеется заранее подготовить почву уже для своих договорников и ринуться в ближневосточное пекло сразу же после выборов.